снимаем здрасьте всем привет это видео очередной эпизод видео вопрос-ответ правда это был не вопрос мы просто нашли этот комментарий под одним из моих видеороликов и я в очередной раз блеванул от него и решил что нужно поделиться своим ощущением с вами есть такая штука называется принцип бейтмана бейтмана не путать с бэтмена бейтмена или принцип сверхценности самки который гласит что любая даже самая некрасивая самка будет иметь хоть какого-нибудь партнера самка априори не может быть одна мужчина же даже если он нормально выглядит и хорошо зарабатывает не факт что будет иметь девушек если простым языком то да тире вагина тире ценнее чем член на рынке межполовых отношений не веришь мне это не я эту хуйню тебя сейчас спрашивает мы ну там так написано не веришь мне создай анкету на каком-нибудь тиндре или в любом другом сайте знакомства от имени девушки посмотри сколько сообщений ты получишь первый час просто существование в этом на этом сайте а теперь создай анкету от имени мужчины можешь даже взять какого-то красавчика в интернете посмотри сколько девушек будет тебе написывать первыми спойлер спойлер для меня это вот от доска который к багажнику прикручивается до самореза 0 спойлер вот и сравни результат как говорится на лицо то есть вот значит у меня к этому принципу и к камене это зачем-то закрыл к этому есть еще комментам у меня я пометил есть комментарий ага значит а да вот есть комментарии то есть комментарии такие что но я не знаю такой бейтман и жив он или нет дай бог ему здоровье сижив конечно крепких рук вот они очень крепкие да то есть но как бы принцип для меня неразрывно связан с безудержным анонизмом потому что как сказать все женщины то вот такие вот и мужчин такие то есть есть принцип а второй с очевидностью уровня миллиард процентов то есть он капитан очевидность этот бейтман то есть этот принцип открыл принцип понимаешь открыл то есть он настолько же очевиден как то что не знаю то что небо голубое то что зимой бывает снег то что все собаки не знаю хотят в туалет если их не выгуливать они насрут вам просто где-нибудь на диване то есть это абсолютнейшие очевидная вещь это значит первое второе когда я прочитал это я решил провести научную работу вот мастиграном устроили консилиум конечно же да то есть и мы несколько дней честно говоря думали и сейчас абсолютно серьезно да то есть у меня в голове возник свой принцип который я вы вывел на на основании своих 14-15 лет практики но еще здесь надо уточнение да благодаря именно принципу да причем именно благодаря принципу бейтмана я вывел свой принцип принцип называется от лчв то есть внимательно сейчас значит переводится он так сейчас вот лчв так сейчас нет а лнв чел ты да он звать лнв чел ты лучше нет вагалище чем очко товарища вот потому что если читать вот этого бейтмана то наверное об жизни нам мужчинам остается только присмотреться к соседнему своему молодому человеку да или что-то еще то есть вопрос то какой что ты предлагаешь я сейчас говорю про байтмана бейтмана и про этого человека который изыскал же в интернете понимаешь по мне лучше бы это был бы принцип бэтмена принцип бэтмена я не знаю не знаком с принципами бэтмена но поскольку он супергерой мне кажется у бэтмена принцип такой если где-то творится несправедливость то он берет и летит туда но спасать менять эту ситуацию это принцип бэтмена он мне больше нравится потому что если понять если настолько несправедливо что вот природа так распорядилась что к женщинам она вот отнеслась так вот благосклонна к мужчинам нет то наверное надо лететь и исправлять вот один вопрос к тебе кто это написал и к бэтмену чё ты предлагаешь все с этим делать как тот чувак который знаешь это такой темнокожий получается что если слушать вот тебя то одиноких женщин нет вообще в природе то есть одиноких это женщина которых нет партнера и нет партнера даст для секса если уж ты говоришь о сексе ну не туда по твоей логике а у меня есть обратное скажем доказательство потому что я все-таки в этой сфере вращался там сколько лет и на основании своего опыта опыта моих клиентов и учеников очень много женщин абсолютно одиноких во всех смыслах слова в том числе и в сексе с отсутствием этого и природа она я немножко тебя успокоил она все уравновесила потому что как бы если как ты говоришь к ним больше внимания там им все это легче и так далее то есть у них больше выбора то у них есть вот этот страх показаться легко доступный фильтрация этого слабого самца для него критически важно чтобы только никто не подумал что вот она такая сика и поэтому даже при том выборе который у нее есть она не может им воспользоваться потому что если эта женщина более-менее адекватная здорово психологически порядочная то вряд ли она идет и подходит мужикам говорить начать пойдемте туда за елку сходим то есть ну как бы к ней будет соответственно отношения такое ну да здесь как бы обижаться на это глупо потому что это естественный процесс и здесь самое интересное то что ты когда это озвучиваешь или этот бейтман когда озвучивает это что он по сути говорит о том что женщин находится в более выгодном положении чем мы капитан очевидность просто но я крайне сомневаюсь что если у тебя будет жена и ты узнаешь что она к примеру сама вот сейчас мужчины как бы делают первый шаг до женщины а если это будет наоборот ты как будешь рад что у тебя такая женщина то есть то что женщина сама до того как стать твоей женой или твоей любимой девушкой ну вернее даже не так то есть ты познакомился трепетные чувства вы влюбились все круто вы уже месяц там не ты познакомился она она с тобой конечно же познакомилась да вот и ты уже думаешь господи как мне повезло как классно как мне хорошо мне хочется там двигаться работать не знаю я весь замотивированный знаешь допустим серёжа и там николай бейтман дорогой бейтман до тебя я только за последний месяц 58 раз ознакомилась с мужиками он предлагал им заняться сексом как бы не все согласились да там 57 согласилась там у одного просто не стал вот мне кажется ну ты этого хочешь или что уважаемые то есть тебе понравится так то есть по поводу бейтмана еще у меня все-таки прям пукан горит по поводу этого бейтмана то есть этот принцип настолько же очевиден сука его надо он его выводил наверное еще долго понимаешь графики чертил своей обдроченной рукой он там чертил графики вот я могу ошибаться мне кажется что бейтман был знатный задрот честно или есть извините второй вариант да вы либо он просто над вами поугарал значит вот он также этот принцип ну как бы на поверхности как и принцип того что 90 процентов денег в мире принадлежит десяти процентам людей ну да по моему или даже там 98 процентов денег принадлежит двум процентам людей которые есть на планете земля то есть если по этой логике по твоей знаю что есть такой принцип я могу вообще не работать в принципе да склеить лапа сказать все я пойду загорать целыми днями потому что все равно деньги распределены несправедливо то есть какой-то кучки принадлежит основная масса средств а я здесь просто что-то там доедаю какие-то обедки так что ли получается затем жить можно все равно умрем да все рано или поздно умрем поэтому это же несправедливо что мы умрем то есть на это уповать зачем это вообще и здесь все даже это то ладно просто я исходя из того чтобы написал больше чем уверен это пишет человеку которую в принципе женщина он ее не видел в глаза голую женщину до последний год или там несколько и всю свою жизнь потому что но обижаться на это может только человек у которого этого нет если бы у тебя были бы женщины смотря что ты хочешь каждого свои потребности то я крайне сомневаюсь что ты вообще нашел откуда сам интересно это же искал нет смотри а сейчас он наверное будет там ну тыс для себя утверждать что нет я не знаю да я просто выложил сюда поделиться нет не просто у тебя на лицо и у многих таких людей есть возмущение этим фактом то есть да это так прикинь я с тобой согласен я в этой сфере работаю там почти 15 лет я абсолютно с тобой и с бэтменом согласен просто бэтмен ты меня поразил как точно ты вывел этот принцип если мне ты конечно я бы не смог наверное вот а вот тут сформулировал толку что то есть да я согласен и забыл что хотел сказать короче а вот смотри на получается ты сейчас скажешь что нет я же это хотел просто поделиться ты не хотел просто поделиться то есть категория людей которые не решают проблемы которые ну то есть ты созды находишься в каких-то условиях какой-то реальности которая тебя не устраивает она тебя возмущает это первое второе вместо того чтобы искать пути решения ты решил пройти другим путем как сейчас очень модно особенно среди молодежи то есть ты рассылаешь что-то везде где ты только можешь и ищешь себе людей которые скажут они охренели эти женщины и так далее до бэтмен прав и от того что ты найдешь этих людей как можно больше ты думаешь что тебе станет чуть легче то есть возвращаясь домой в одиночку потом по принципу бейтмана ты там как-то что-то делаешь там не знаю может быть ты как по принципу бобра делаешь но это уже там не знаю твои какие-то заморочки ты читаешь этот принцип успокаиваешься говоришь да жизнь боль несправедлива если было бы более справедливо то у меня такой проблемы бы не было получается так и так и здесь опять же это на самом деле всего лишь навсего способ отмазать себя от наличия проблемы как недавно один там влюбиться боится я к море на поэтому не подходит не знакомиться в другой уверовал бейтмана там 3 еще в кого-то но от этого проблема не решена в твоей голове не решится даже не в голове ты же как вову говорит придешь домой один потребность же этот никуда не деть это как потребность самое элементарное это в сексе доходи на это низший уровень там отца раме масло какой-то но второе это потребность там в заботе о тебе то есть если уж ты там чуть выше уровня поднялась третий уровень это тот который тебе скорее все не знаком это когда мужчины есть потребность заботиться о ком-то когда он уже понимает что ему просто самому для себя не прикольно ему хочется сделать счастливее каких-то людей вокруг ну там женщину свою любимую при том что она к нему относится максимально уважительно классно там любит заботиться все это взаимно это уже там следующий уровень вот и это все потребности и от того что ты сидишь хоть не полениться же надо было выискиваешь где-то в интернете или может быть ты у какого-то мужского движения подспиздил мужское движение мере они не должны так называться потому что в этом движении сука нет ни одного мужчины на мой взгляд просто они там отсутствуют до движение обиженников я бы назвал то есть можно там подспиздил этот принцип то есть суть не в этом как теперь этот осознание того что есть этот толпанный принцип еще кажется телефону так упадет но как осознание вот этого принципа сейчас может изменить ситуацию с женщин просто сам себе ответь на этот вопрос и все кто ловит сейчас себя ну мне обязательно что на принципу бейтмана все кто поймал себя на том что думать так неэффективно да то есть как жизнь от этого не менять я счастливее не становлюсь я продолжаю ходить раздражаться бежать нам и так далее если вы решили с этим что-то делать да это так прикинь за чемпионами мира становятся единицы то есть в стаи животных еще хуже понимаешь ты должен радоваться что ты не животное потому что тут тебе блять самочка не дала там ты вышел на улицу он не знаю воды попить спруда пожар по полакате языком а тебя он этот лев угандошил как бы ты стал чем-то обедом поэтому все относительно в этой жизни дорогой мой друг кроме того что если ты не будешь ничего делать со своим мышлением в первую очередь и каких-то конкретных практических действий то это константа ты так и будешь задротом который ищет в интернете принципы если ты хочешь перестать им быть с 18 по 27 июня я провожу 10-дневный практический онлайн марафон где я лично и мои коллеги будем поддерживать тебя в том числе и по видео звонкам будем давать максимально простые задания и будем сильно угорать над принципом бейтмана потому что принцип принципом я тебе так еще кстати скажу кстати ссылка для записи на марафон под этим видео то есть не всем же мужчинам достается еще получается то есть да и как бы женщины несмотря на то что там выбор какой-то есть вот представь она открывает свою страницу в тиндере и 42 задрота и каких-то бля не знаю стремных кривых чувака написали ей а представь она ни одного из них так и не захотела то есть там другой уровень проблем нет если ты думаешь что секс это просто типа лишь бы лишь бы с кем-то там перепихнуться это не так то есть как бы тебе же нравится должна женщина хотя не в твоем случае ты хоть какая уже хотя бы 1 вот если у тебя хоть какой то есть выбор тебе захочется все таки чтобы она тебе нравилась у женщин то же самое поэтому если ей пишет 42 задрота в день какая вы прекрасная господи что мне сделать чтобы с вами увидеться это совсем не говорит о том что у нее возникает желание общаться с какой с одним из них есть что добавить это уже я думаю более чем поэтому сторонники а кстати у меня для вас есть еще предложение конкурс ребятушки конкурс просто я не знаю какой будет приз там мы решим какой приз может быть даже какой-нибудь хороший приз там какой-то видеокурс книжка не знаю что нибудь еще давайте каждый из вас здесь напишет комментарий под этим видео с как вашей вариации абсурдных принципов касающихся женщин то есть таких же очевидно как принципы например то что все женщины там имеют больше выбора то есть чем мужчины и так далее вот а вы напишите что-нибудь еще что вы придумаете за самые классные комментарии мы вам что-нибудь дадим вот давайте до новых встреч бейтману большой привет от нас да я и и сочувствие мое ему